Девушки отдыхают Какая музыка звучит в плеере певца Гафура? В чём секрет ботинок Майкла Джетсона? Как современные технологии изменили виолончель? Впереди мус-сток! Не переключайся! Как дела? Да, хорошо добрался. Ребята, сегодня Микела подготовила для вас сюрприз. У нас гость, настоящий артист. Ой, они уже начали интервью. Гафур, популярный певец. Родился в Ташкенте. С раннего возраста мечтал стать артистом. И хотя поддержки от друзей и родных не было, Гафур упорно шёл к своей мечте и работал над собой. В 2019 году он ворвался в музыкальный мир с песней «Хитрая змея». Гафур, какую музыку вы слушаете? Я слушаю разную музыку. У меня в плейлисте можно найти от национальных каких-то треков до самых современных. Но иногда я что-то убираю, что-то там добавляется, что-то новое. Но Майкл Джексон и Джастин Дибер всегда есть. Ох, я тоже обожаю Джастина с детства. А Майкл Джексон — это ваш кумир? Да, я с трёх лет, как я осознал вообще себя, мне дядя подарил кассету Майкла Джексона. Там его фильм и концерт, и все треки. И вы повторяли лунную походку, да? Да. Это же настоящая визитная карточка Джексона. И ещё он умел делать наклоны под 45 градусов. Ну да, там есть специальная конструкция, они придумали. Из пола выходит железо, специальная обувь, где подключается к подошве и даёт возможность, чтобы ты прям вот... Ничего себе! А я думал, что он действительно так мог. Гафур, а у вас есть какие-нибудь суперспособности, а? Да нет, я обычный парень, который всегда мечтал петь, показать свою музыку людям. Я знаю, что вы учились на стоматолог. Как вы перешли от этого к музыке? Так я изначально был в музыке. Родители в какой-то момент, ну, слушали, поддерживали, так слабенько было. Они говорили, сынок, давай, ты сейчас пока поступишь на стоматолога. Ну, я тоже не мог отказать. И мне сказал, хорошо, вы вот раз уж мне предложили, я попробую. Но всё-таки вы знаете, что я очень хочу стать там актёром, певцом. И я поступил, интересно было. Потом я понимаю, что это вообще не моё. Я просто занимаюсь своим делом. Снялся в фильме, в главной роли, и написал первый свой авторский трек. И родители дали добро. Они услышали, сказали, сынок, мы просто дальше будем тебя поддерживать. А можешь нам напеть что-нибудь из самого любимого? Этой ночью заберут твою боль. Милая спина, да по дому кровь. Сладкие сны я теряю покой. Если рядом не ты... У вас очень интересный, очень красивый тембр. Мне очень нравится. Как добиться такого звучания? Или у вас всегда такое было? Самый лучший педагог – это ты сам. Так, как ты можешь настроить свой мозг, никто не может. Вот у меня часто спрашивают, а кто твой учитель? Я говорю, Майкл Джексон и Джестин Биллер. Они впрямую меня учили. Гафур, спасибо вам огромное, что приехали сегодня. Спасибо за приглашение. Приходите ещё с новыми песнями. Извини. Микелла, я подготовил для тебя видеозагадку. Никогда не угадаешь, как называется этот инструмент. Почему не отгадаю? Это виолончель. Но как? Как ты отгадала? Виолончель большая и громоздкая, а здесь только гриф и смычок. Ты, наверное, видела это видео уже. А отгадала по звучанию инструмента. Ведь звук электронной виолончели, как и акустической, сложно не узнать. Ребята, а спорим, вы ни за что сразу не угадаете, как этот инструмент называется? Не знаете? Это виолончель. Да-да, только не классическое, к которому все привыкли, а электрическое. Дарья, а чем она отличается от обычной, акустической? Давай начнем с того, что есть общего у наших инструментов. У электро-виолончели, так же, как и у акустической, есть шпиль, есть подставка, гриф. Но в этом инструменте у нас колки, которые натягивают струну, перенесены в нижнюю часть. То есть у акустического инструмента струны натягиваются сверху, а здесь у нас струны натягиваются вот в этой части снизу, перенесены. Ну и, конечно же, корпус. Когда говорят, акустическая виолончель, как правило, подозревают и предполагают что-то большое. Как видишь, электро-виолончель гораздо компактнее, и в этом один из ее больших плюсов. А есть разница в звуке? Разница в звуке, конечно, тоже есть по сравнению с акустической виолончелью, у которой резонирует корпус. А здесь у нас под подставкой есть пьезодатчик. Вот этот пьезодатчик снимает вибрации с подставки и передает вот сюда, через этот провод, на звукоусилительную аппаратуру. Но, кстати, этот провод не обязательно атрибут. Еще один плюс электро-виолончели в том, что она может работать и без провода. А слышно будет хорошо? Конечно же, но для этого нужна радиосистема. И радиосигнал уже передает этот звук на звукоусилительную аппаратуру. А вот шпиль я вижу такой же, как у обычной виолончели. Да, вот от классической виолончели у нас остался шпиль, но в отличие от классической, опять же, шпиль может удлиняться до тех длин, которые, ну, собственно, необходимы исполнительную. И можно играть даже стоя. А есть разница в обучении на классической и электрической виолончелях? Да, ты знаешь, разница есть и большая. Дело в том, что электро-виолончели, они всегда сразу большого размера. На классической виолончели учиться удобнее, потому что детям акустические инструменты подбираются по размеру. Есть одна восьмая, одна четвёртая и полная виолончели. А электрические, они сразу большие. Вот так. Если вы захотите научиться играть на этом необычном инструменте, то просто немножко подрастите. И тогда на электро-виолончели вы будете отлично играть. А на сегодня всё. Слушай музыку. И смотри Мусток на следующей неделе. Обещаем. Будет интересно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok